Наше радио, наша музыка, рок-тябрь. Это действительно месяц наших легенд. Сегодня, как и обещали вам в течение всего дня, Андрей Князьев, группа Князьев у нас в гостях. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Давно не виделись? Нормально, мы сейчас с тура как раз приехали к вам. С корабля на бал. У нас, кстати, в нашем бале каждый концерт чем-то уникален. Сегодня чем будет уникален наш концерт? Я думаю, что скорее тем, что часть программы, программы, которую, ну, программа, наверное, громко сказана, часть песен, которые мы сегодня приготовили, так сказать, спонтанно, они имеют отношение непосредственно к тому, чем обусловлено событие вашего сегодняшнего дня. К той пластинке, которую мы сегодня рассматриваем, как старой сказке. Вечно. Сейчас вот, кстати, интересно, еще перед эфиром звучала песня «Короля и шута», и Андрей говорит, вот тут у меня еще детский голос, а сейчас вот как голос уже мужской стал? А, как взрослый, взрослый. Нет, ну, понимаете, половое созревание, оно произошло. Так оно случилось лет в 14, должно было случиться. Черт, а? Как-то вот... Упс. Давайте тогда представим музыкантов, которые сегодня находятся в студии. Мы сегодня не в полном составе. Ну, с нами, ну, конечно. В акустическом. Сегодня, значит, Каспер гитара, Дмитрий Наскидашвили бас-гитара. Все это в акустике. Сегодня играем без барабанов. Вчера у Димки было день рождения, мы его поздравили на концерте, дали тортик. Прямую трансляцию происходящего в студии вы можете по традиции смотреть на портале планета.ру. Ваши вопросы... Да, на наш смс-портал 5283 и также в нашем паблике ВКонтакте. В этом не просто тусуетесь, да, как говорят, а вот, в общем, задаете вопросы, которые самые интересные, на наш взгляд, мы будем, естественно, озвучивать. Так, ну и что? Давайте расскажем про тур. Вы же сейчас в туре, в гастрольном находитесь. Какие ближайшие... Давайте вот сразу этот вопрос закроем. Какие ближайшие города вас увидят? Потому что очень много вопросов идет. Услышат? Ну, через день нас увидит Москва, а через два дня нас увидит Тула. То есть вот все. Не спрашивайте больше, когда концерт в Туле, когда концерт в Крыму. Потом мы едем делать очень крутую, штуку, о которой скажем чуть позже. А сегодня же? Нет. Не сегодня, а после Тулы. Ну, а тайны какие-то будут вообще сегодня вскрыты? Ну, может быть, хоть как-то так вот в замочную скважину подсмотреть за туром? Ну, смотря что спросите. Будем спрашивать много, буквально через пару минут, я думаю, мы и сыграем. Прервем сейчас на рекламу, потому что нам нужно отрабатывать наши деньги. Наше радио. Наша музыка. Рок-тебы. У нас сегодня в гостях группа «Князь». Как и обещали вам, уникальный акустический концерт. Равного которому не будет никогда, и вряд ли вы что-то подобное услышите. Мы уже готовы, собственно, начать. Первая. Да, что-то микрофончик улетел. Ну, первая песня у нас, естественно, символическая, традиционная, с этого альбома «Гимшта». Давай. Терпением я не наделен, Мне все лучше, да мне все лучше. Я удивлен, Я удивлен, Судьба, в которую влюблен, Дает мне право Смеяться даже над королем. Над королем! Е-е-е-ей! Стать дураком Мне здесь пришлось, Хотя я вижу всех насквозь Искренне прошу, смейтесь надо мной Если это вам поможет Да, если душу, но в душе король И никто как я не может Эй, вы, придворная толпа, я вас не вижу Я вас не слышу, я отрешу Я отрешу Меня готовы, как лопата, вдать ногами И это значит, мой час пришел Мой час пришел Открою вам один секрет Вильмаш, к несчастью честных нет Нет, нет, искренне прошу, смейтесь надо мной Если это вам поможет Да, если душу, но в душе король И никто как я не может Я всех высмеивать вокруг имею права И мои слова всегда со мной Всегда со мной Пускай все чаще угрожают мне разборовой Но я и в драке Хорош с тобой Хорош с тобой Как голова Ты горяча Не сталь, драке, палача Искренне прошу, смейтесь надо мной Если это вам поможет Да, если душу, но в душе король И никто как я не может Искренне прошу, смейтесь надо мной Если это вам поможет Да, если душу, но в душе король И никто как я не может Это «Роктябрь» на нашем радио Сегодня у нас группа «Князь» С живым акустическим концертом Картинку из студии можете посмотреть На сайте планета.ру Живая, с двух или с трех камер В общем, с многих точек Можете видеть все происходящее в студии Вопросы посыпались на номер 5283 И ВКонтакте начнем, пожалуй, их задавать Андрею Да, вот такой вопрос Я так понимаю, относительно далекий Но тем не менее, может быть, уже задумались Как вы будете праздновать пятилетие группы? Ведь я знаю, что вот Всегда как-то принято было У вас как-то масштабно это делать Будет ли что-нибудь такое? Ну, вдруг нет ли Купчина По случаю пятилетия? Купчина и не только То есть есть какие-то планы? Или еще пока не думали? Не, ну, собственно В принципе, пятилетие, оно не за горами Поэтому, конечно же, мы В преддверии этого знакового для нас события Конечно же, чего-нибудь состряпаем И не в одном экземпляре Много вопросов относительно песни Бедный Йорик Посвящена ли она Михаилу? Вообще, кому? Что подразумевало? Там кто-то смотрит в корень Ну, я к нашей сегодняшней программе Это объясняю А вопрос, значит, по поводу Михаила Вы знаете, друзья мои Как таковой Песня писалась исключительно Ну, то, что вы слышите О том и писалась Шекспировская тема Не имеет никакого смысла Вы, короче Понимаете, череп Он был другом Он его воспитывал И вот он теперь Череп Представляете Смотришь на него и ищешь И вот эту всю эмоцию Я как-то вот себя Вобрал и пытался в этой песне Показать Но, видите Потом начались Некоторые аналогии, да И я смотрю Когда там фраза Скалишь род остатками зубов Там, да Развлекаешь смерть Там в темном царстве Там еще всякие Болтуном великим Был ты много лет Вот эти все фразы И они начинают переплетаться И по скриптам Я начинаю понимать Что эти параллели Ну, как бы похожи, да Мистика И вы знаете Ну, я ничего не скажу Пусть это останется секретом Ну, есть какой-то в ней Заряд энергетический Вот в таком духе А еще Часто ли подсознание диктует тексты? Или вот можно сесть Осознанно на материале Литературном На жизненном опыте Диктует Или вот открыл Вот нить серебряная в космос Ушла и стал писать Диктует Диктует подсознание Периодически Потому что Все-таки Поиск Идей Он, в общем-то, идет Ну, не из Как бы Не из того, что я вижу вокруг Да, а скорее больше Вот откуда-то извне Поэтому, в общем-то И получается, что иногда Что-то попадается такое Даже пророческое Еще один вопрос Федор Емельянов Зает в ВКонтакте Относительно гастролей Андрей был вчера у вас На концерте в Волгограде Концерт отличный Но почему уже который раз Нельзя взять у вас Автограф после концерта? Почему? Друзья, не обижайтесь На этот счет Дело в том, что Я сейчас Вот Ну, видели, да Вчера клуб Жарище Под Сто ручьев И так далее В гримерку В машину И быстро в гостиницу Чтобы все это Срочно С себя смывать Остановился на улице Приехал в Москву На наше радио Не пошел Голос не в форме Да Потому что Простыть в этом состоянии Очень легко Да Ну, как Как говорится В свое время Мы выходили с концерта Не только мокрые Еще и зимой Еще и с пивом Да Были лихие времена Но нам было пофиг Как мы пели Сейчас как-то Знаете, по-другому стало Мы просто С Митника видели Пару раз Да, все видели Как Андрей выкладывается На концерте То есть Артист уставший Взмокший Его нужно Ну, просто Друзья Я вас понимаю Конечно Конечно Ну, хочется Не просто концерт Еще и вот Автограф Это я все Прекрасно понимаю Но Как говорится Не всегда я могу Ну, вот После концерта Не всегда я могу Да и тем более Знаете По правде говорят Сил-то тоже Не остается Откуда взять Ведь еще всем Улыбнуться надо Понимаете Всем надо Руку пожать Значит Расписаться Потом же Схоткаться Потом же у людей Знаете, как еще бывает Распишешься Ой, а теперь Мои девчонки Ой, а теперь Васька еще там Вот Васька, не жуна Знаете И все И ты завис Вот Я еще скажу по секрету Такие вот Наши кулуарные вещи Андрей приехал За часа полтора И вот Минимум Час Он готовился Чтобы вот сейчас Выступить и петь Отлавливаете перед концертами Да Поэтому нужно перед концертом настроиться Уже после Вы же понимаете Кстати, о концерте Может быть что-нибудь споем Да, давайте-ка Что-нибудь такое Неожиданное Ну вот как раз Этого Юрика Мы и хотели спеть Второй Итак, акустический Юрик Бедный Юрик Череп двой У меня в руках Все, что было Превратилось в брак Будто снова Рассмешить Ты меня готов Вся лишь рода Статками Зубов Балтоном великим был ты много лет А теперь ни звука есть Дашь ответ Бедный Юрик Друг мой старый Растворились Твои чары Где ты, мой любимый шут Кем ты стал Ответь В царстве мертвых Развлекаешься Мне же тьмо Пустых глазниц Завещали в них Свет ищу веселый Глаз своих Юмор наш С тобой Никто не понимал Брошел же свое Ты словно роль сыграл Бедный Юрик Друг мой старый Растворились Твои чары Солен 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 Ха-ха, забыл, что Соло здесь играет, да? Не могу играть одновременно его. Брэк! Что-то где-то рядом кажется порой Добрый шок мой, поболтай опять со мной. Бедный Йорик, друг мой старый, Растворились твои чары. Йорик, бедный Йорик, Йорик, бедный Йорик. Йорик! Наши радио, рок-тебр, сделано в России. Это что-то совершенно потрясающее, это живой концерт, акустический, мало того. Здесь же поговорили между собой. Круско-князь, да. Есть у меня вот буквально пару вопросов, которые связаны между собой. Пишет нам Сергей Вис Андрос, вечер добрый. Если у вас в планах устроить выставку ваших рисунков, особенно нравится оформление альбома «Герои злодеи» и тут же от Алексея Немандова. Андрей Сергеевич, почему оформлением альбома «Театр демона» занимались не вы, а некие сторонние люди? И далее стоит смайлик. Вот давайте о изобразительном творчестве. Андрей Сергеевич. По поводу выставки я с удовольствием, я набираю количество картиночек. И, в общем-то, когда-то, ну, потом я их всех сделаю, обработаю, наоборот, наоборот. И, соответственно, сделаю выставку обязательно, потому что выставка это очень круто. Когда вот, знаете, когда еще оформлю парочку альбомов и буду делать выставки. Хорошо, а как вот вообще хватает времени при очень большом загрузе в турах еще и вот заниматься чем-то сторонним? Ну, вот рисовать тоже творчество, это же выплеск. Да, но мы же не постоянно ездим. У меня есть время дома над этим поработать, поэтому, в принципе, занимаюсь, нахожу время, как бы, да и более того, я даже двигаюсь еще немножко дальше, меня еще и хочу это все пооживлять. Ну, об этом чуть позже. Мультипликация нас ждет? Да, 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 да. Вопрос. Сейчас, вот смотрите. Так, вот я вытерли. Нет, 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 клипы, клипы спрашивают, да. Будут ли вообще клипы? Когда? Люди хотят видео видеть. Я с удовольствием озвучу фактор того, что мы сейчас будем над этим работать. Все? Ждите. Скоро в Ютьюбе ссылки получите. Значит, после, вот сейчас, вот нашего альбома, выпуска альбома нашего «Магия Калиостром», мы подключаемся к работе в промежутках между концертами, подключаемся к работе над клипом, и, как я уже говорил, теперь мы не будем приглашать всяких актеров, а сниматься в качестве актеров самостоятельно. Да, давно пора. Группа должна поднимать свой театральный ресурс. Артистический ресурс. Ресурс, да. Да, то есть репетировать не только вот, знаешь, как музыканты собираются, давай мы сегодня эту концертную программу порепетируем, а потом еще собираться, и вот по Станиславскому давай вот еще отрепетируем. Мимику отрабатывать, она тебе пригодится. Сценические паузы держать, чтобы вот... Да, сейчас ты ничего не показал, но просто открыл зубы. Так, есть еще вопрос относительно того... Я не ответил пареньку, да. Насчет оформления альбома. Насчет оформления. Ну, знаете, хотели этот альбом стилизовать, вот, ну, как вы видите, да, вот в таком духе, как будто он старинный, как будто он вообще из другой оперы. То есть, ну, такая идея пришла, собственно говоря. Да еще, знаете, в альбоме «Жаль, нет ружья», там же тоже, в общем-то, в основном на фотографиях он базируется. Есть как бы официальная версия, это то, что концептуально хотели сделать так. Есть неофициальная версия. Я просто к этому времени не успел ничего нарисовать. А Ларчик просто открывался. Опять же, возвращаясь к тому, как ты творишь, как ты творишь. Гоша из Екатеринбурга спрашивает, что тебе проще писать? Музыку на тексты или тексты уже по музыке? Как рождаются песни? Это по-разному. Дело в том, что музыка, когда пишется на рыбе, ну, наверное, многие понимают, что такое рыба, да, это тарабарщина, язык такой, типа, ни о чем, ну, типа, типа английский, да. Когда песня пишется на рыбе, соответственно, там больше обращаешь внимание на какие-то всякие разные ходы вокальные, такие, ну, рваные, знаете, там бывают какие-то ходы. То есть ты на рыбе, ты свободен, ты не завязан на текстах, ты импровизируешь и формируешь себе речитатив таким, каким ты хочешь. А потом уже под это подставлять надо текст живой. То есть не просто написать, а еще и все подставить. Есть обратная сторона медали, это у тебя есть текст, ты его обязательно хочешь сделать в песню, но надо, чтобы музыка не подкачала, да. Тут задача тоже, в принципе, непростая, потому что, знаете, все тексты, которые пишутся без музыки, они пишутся такими правильными делами, четыротиша, четыротиша, такое четыротиша, такое четыротиша, там, рифма один к трем. А на меня можете смотреть, смотри, это вот поэт, вот он лит институт заканчивает. Я вообще ничего не понимаю. Я, если честно, вообще даже не знал, куда я смотрю. Ну, здесь сложно, да. Мне это произвольно. И, в общем-то, тут надо, как говорится, сделать так, чтобы не уступила, эта музыка не уступила тексту, чтобы все было хорошо. Есть много примеров, где песня написана так, где песня написана так. Например, из крайнего альбома «Бастард» шла от текста. Ну, а большинство других песен, естественно, от музыки. Так, у меня есть вопрос, и как раз тут песня «Бастард» тоже упоминается. Денис Чепрасов спрашивает, являетесь ли вы, Андрей Сергеевич, поклонником сериала «Игра престолов», поскольку вот песня «Пир в замке врага» как будто навеяна эпизодом. Вот, ну и, собственно говоря, песня «Бастард» из той же оперы. Ну, в общем-то, насчет «Бастарда» из той же оперы только потому, что там слово «Бастард» присутствует. Ну, наверное, да. И многие из нас это слово узнали буквально из этого сериала, да? Раньше не знали. Я вот не знал раньше, слово «Бастард». Вот. А «Пир в замке врага» действительно навеян вот той сценой, которая очень многих нас потрясла, да? Когда одного из, так сказать, положительных героев взяли просто и смели, и показали действительно дух вот такого средневековья. Знаете, без этого уже привыкшей нами американских вот этих хэппи-эндов или там вот этих «Хороших не убиваем» знаете, вот в фильмах, да? Средневековье зло. А тут показали, ну, как по правде вот могло быть в те времена. И эти сериалы, конечно, подкупают. А вот нетрадиционными решениями и всяких ситуаций, ну, для современного зрителя. То есть ты поклонник? Ну, конечно, поклонник. Ну, да. Я человек, который посмотрел полсезона и бросил. Это вот, и о чем с тобой беседовать? Мы все поклонники. Каспер... Вот Каспер тоже... А я, оказывается, один перелах. Мы сейчас на пару минут буквально прервемся на рекламу, сразу после которой вернемся и продолжим наш необыкновенный концерт. И сегодня у нас необыкновенный концерт группы «Князь». Давайте еще песенку какую-нибудь. Сейчас я скажу позывные, и все поймут, что за песню. Ты говоришь, я демон? Так и есть! Со мною не видать тебе удачи. На веки мое дело зло и месть. Для демона не может быть иначе. Чем я заслужил судьбу несчастного изгоя? Постоянно доставать себя вопросом, кто я? Мысли, что я демон, часто выжить помогали. Люди же по всему так меня и называли. Ты зловещая луна, в мои муки влюблена. Отобрав души покой, что ты делаешь со мной? Может, ты мне дашь ответ, Почему безбелый сель Обозлился на меня? Для чего родился я? Помню, как там, Макросян, убить меня хотела. После инквизитора Калечили мне тело. Все осталось против молодого некроманта. Дело в меня пути Моего таланта. Ты зловещая луна, В мои муки влюблена. Отобрав души покой, Что ты делаешь со мной? Может, ты мне дашь ответ, Почему безбелый сель Обозлился на меня? Для чего родился я? Наполовину человек, Наполовину я мертвец, Таким останусь я навек. Я будто бог среди конец, Полна структами. Жизнь моя, Но выбор сделан и судьбой, Нет изменений в силах я, Война самим собой. Люди мне враги, А ведь когда-то были братья. Я на все округу наложил свое проклятие. Кипят урожай, Обокручу мой голод. И ведь раздольный Переносит жуткий холод. Ты зловещая луна, В мои муки влюблена. Отобрав души покой, Что ты делаешь со мной? Может, ты мне дашь ответ, Почему безбелый сель Обозлился на меня? Для чего родился я? Наши радио Роктябрь Сделано в России Сегодня у нас здесь Андрей Князев, Группа Князь, За что огромное спасибо. Есть тут вопрос, Что у Каспера с рукой? А что у Каспера с рукой? Ну, они у него разные. Одна правая, вторая левая. А я не знаю, спросили. Я вот тут пытаюсь понять в камеру. А что имеется в виду? Я бы тоже не понял. Ну, что у Каспера с рукой? Она в татуировке. Это татуировка называется. Они обе разбиты, Потому что мы активно занимаемся спортом. Опа, спортом. А каким спортом ты занимаешься? Да каким бушидо? Аэробиками. Нет, мы тут пошли на УШУ. Коллективно. Ну, УШУ, да. Ну, УШУ, да. Это же гимнастика. А что руки разбиты? На тайский бокс еще потянули, да. Интересно, ужасно. Андрюха, я смотрю, ты парня вообще не жалеешь. Репетиции, театральный, вот этот кружок. У нас коллективные посещения. Нет, УШУ не я веду, это меня ведут. А кто у вас главный УШУист в группе? У кого самая большая растяжка? Самые посещаемые, это у нас Димка. Да, его кумфу сильнее нашел. На втором месте я, на третьем Каспер. Отлично. Но Каспер еще пошел... Почему? Я раньше тебя начал, так что не надо. А я раньше закончил. Вот начинается моя кумфу сильнее твоего кумфу. А Каспер пошел еще на тайский бокс, и там он отбивает себе руки, но я думаю, что это недолго пока. Нет, он там еще и ноги отбивает, мне кажется, это... Это интересно, но мне объяснили, что можно защищать это все, можно и так калечь себя. У меня просто приятен. Ну хорошо, что как бы не в первый раз это все... А люди говорят, а почему Каспер так мало на скрипке играет? Вот вам, ребят, ответ. Потому что вранье это все. Надо здоровый образ жизни вести. И насколько получается при вот турах гастрольных, при всем, вот как здоровый образ жизни? Есть большие сложности, ну быстро перекусил, да, поскольку там самолеты... Съедой проблема. Это серьезный заряд тонуса вообще на тур. Вот когда мы находимся, да, у нас уже банька, да, Лимоныч, да? Все у нас... Хорошо, здоровый. Нет, вы видите, первый залог вести здоровый образ жизни — это не бухать. Ну, конечно, а как? Мы это и подразумеваем. Это принято. А с едой уже как получится. А как в гастролях-то, ну вот при таком напряженном графике, когда... Стресс как сбрасывать? А мы не стрессуем. Игрок пистолов. А, игрок пистолов. У нас, знаете, концерт отыграл, и все стрессы как рукой сняло. Здесь вот есть вопрос, в принципе, он очень бытовой, житейский. Где любите отдыхать? В бане. Хорошо, глобально. Но в бане ты же не боишься там в отпуск? В отпуск вообще есть у музыканта отпуск? На море с семьей вообще идеальный вариант. Да. Вот овощем полежать, чтобы вот отдохнуть, позагорать? Не почему овощем? Овощем не получается. Овощем два дня, потом активно его начинается. Там рекскурсия, что-нибудь такое. Вот сейчас зима, а начнется кто-нибудь там, коньки и лыжи. Есть что-нибудь из зимнего такого, любимый какой-нибудь вид спорта? Прорубь стали прыгать. Прям опять все группы, что ли? Нет, это Каспер. Один? Ну, то есть ты начал практиковать этот маршрут. Или это было разово? Это меня вот этот большой человек вот у нас, да, без прически, вот он заставил меня просто. Мне было некуда деваться, он стоял за прорубью, а я перед ней. Часть гастрольного тура просто нам описывают. Слушай, ну это все клевета, потому что я видел это видео, и Каспер туда пошел сознательно, вышел из машины, снял себя туфли. Пожалел сто раз об этом. Снял туфли, лосины и прыгнул в прорубь. Туфли, лосины, пачку. Есть вопрос еще, кстати, вот тоже тема спорта. Что вы знаете о киберспорте и увлекаетесь ли чем-нибудь? И вообще жены часто ругают, что вот много времени за компьютером, или все нормально, нафиг его? У нас барабанщик, киберспортсмен. Опа, я еще не знаком с этим сленгом. Киберспорт, а я его тоже не знаю. Геймер? Ну геймеры, по сути дела, да, там Half-Life всякие. Варкрафт? А каким местом это к спорту приравнивается? А вот сейчас уже чемпионаты идут, это бешеные медали, в общем, даже призы и деньги, поэтому нормально все это идет. Мы за натуральный спорт, правда? Ну да. У нас один только киберспортсмен. А турпродукт зависает, киберспортсмен зависает в одноклассниках. Тоже, кстати, спорт у многих. Ребята, вот ни для кого не секрет, все-таки гастрольные туры, они связаны, ну, в большинстве своем с неудобством. Есть какие-то предпочтения, не знаю, в гастрольном туре вы предпочитаете на завтрак есть манную кашу, или что-нибудь такое? Есть что-то вот, то, что... Или чем покормили там в гостиничке, нормально? У нас вкусовые, представьте. У нас очень часто бывает такое, что мы приезжаем в гостиницу, и там есть завтрак, который входит в стоимость номера. И на этом завтраке все время есть и нужные продукты, есть и всякие искушения. Смотря во сколько приезжаем. Да, ну, зависит от степени голода. На самом деле там кашка как раз и употребляется. Ну, то есть мы же прекрасно понимаем, что завтраки, они везде стандартные. Кашка овсяная, сосиски... Ну, Игорь у нас недавно стал ездить в туры, просто, да, поэтому он, в общем-то, впервые столкнулся с не ультра-фулл-инклюзив, поэтому вот он и удивлен, что люди могут это есть. Все едят это, все. Ну, просто есть, как бы, я знаю, одним нравятся сосиски, а другим нравится вот фасоль. Мне вот это вот интересно. Есть такое... Мюсли. Есть мюсли. Ну, тебе что, я, наверное, все-таки, знаете, независимо от того, что я ел в предыдущих гастролях, все-таки выберу кашку и яичницу с утра. Каспер? Сосиски и яичницы. Сосиски и яичницы. А вот рассказывай про эту просемушку. Опять ложку. Просемушку. Все, все. Осетрина вторая свежесть, да? Все. У Каспера в тарелке все. Я согласен, что я ем очень много, но это метаболизм вот такой у меня. У меня очень быстрое вещество. Ну, это до сорокеты. Ну, вы уже восстановились, кстати. Да, чего, поем, давайте, но главное, музыка. Да, давайте, наверное, споем. Я думаю, что нужно. А то мы что-то все это... Все говорим, договорим. Еда, сосиски. Мужкин, я дать бою! Что, братцы, за война, если не пить вина, а с вином? Все путем без женского тепла скучной бы жизнь была. Эх, давай, друг, споем. Кубки, вверх, выпьем за успех. Деньги, братцы, говорит по-моему, шейфер enough, только она. У мединой женский пол. Но для чего тогда в казарме койка опратити ребятный стол? От влаги сердца полвы Мы королю верны Хоть трезвы, да хоть пьяны В трусости нас никто Не упрекнется, то Шпаки мы влюблены Деньги Брат! К черту стран Говорят о мошкитерах Только она Умеленной женский полк А для чего тогда в казарме Куйка Просери деревянный стол И в бою Господа Страх для нас Сущий взор В бедо дна В бедо дна В бедо дна Бушкитер В синий плащ герой Правильный выбор твой Король и Франция с тобой Хоть Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Говорят о мушкетерах только Да, у бедной женский пол Ну, бля, чего тогда в казарме хуйка А в трактире деревянный сал И в бою, господа, срай для вас Сущий взор, пей до дна Пей до дна, пей до дна Мушкетер Каналья! Роктябрь Месяц наших легенд Наша радио Наша музыка Роктябрь У нас здесь концерт группы «Князь» Живой, акустический, абсолютно уникальный Повторов таких не будет Живая картинка из студии на сайте планета.ру Свои смски Андрею Свои вопросы можете присылать на короткий номер 5283 В виде смс-сообщений Да, и также можно в паблике ВКонтакте Вот и, в общем, следующий вопрос Антон Рачковский спрашивает Вопрос Андрею Ваш какой любимый альбом за всю историю вашего творчества? Берем глобально Да вот это, знаете ли, непросто ответить вообще ни разу А если любимая песня? Если проще всего, а? Или любимая песня? А это еще, по-моему, сложнее Это еще сложнее, конечно Хорошо, вот кайф, выхлоп Было написано много альбомов, много песен После какого альбома вот был выхлоп? Ну вот все, бах, сделал И вот этот вот творческий экстаз, он свершился Мы закончили Не после какого Все еще впереди, значит Про последнее Вы знаете, я скажу на этот счет Это процесс То есть это творческий процесс, который никогда не хочется прекращать Хочется еще и еще Вы понимаете, у нас же жизнь заключается не просто в том, чтобы записать альбом и представить его на суд слушателя Наша жизнь заключается в том, чтобы это играть во время концертов И чтобы песни, которые в нашем альбоме появляются, чтобы они еще не просто хорошо звучали на пластиночке Но они еще подружились бы с публикой, с нашей во время концертов Чтобы людям хотелось их исполнять вместе с нами Вот, и вот этим песням, в общем-то, и отдается особое предпочтение У нас есть из всего материала, который был сделан и ранними годами Еще во времена Короля Ишута И более поздними временами группы Князь образования И там, и там можно набрать энное количество материала Чтобы создать, ну, по крайней мере, две довольно сильных концертных программы Это я имею в виду просто, если, скажем так, все песни, которые либо на слуху, либо там хиты и так далее Вот, но иногда, конечно, хочется сыграть что-то такое, что не является, так сказать, общепризнанным хитом Но, скажем так, просто хочется, душа к этому легла Вот, ну, в основном, конечно, мы сейчас играем То, что мы видим самое успешное с точки зрения концертного драйва Отклика, отклика И отклика обязательно, конечно, но без этого никак В общей сложности Это не, если не говорить еще об акустической Нет, это шесть акустических Она же еще акустическая программа Причем две акустических программы Одна программа для полного бэнда, а вторая программа для нашего трио И для дуэта, и для трио, и для полного бэнда У нас столько вариантов А есть что-нибудь вот сейчас очень модно со всякого рода оркестрами? Ну, там, с симфоническим, с каким-нибудь оркестром МВД А наше радио проспонсирует А может, им тоже будет приятно Вот так Махаран заответит на этот вопрос И тут уж выбирайте, какой именно Что еще? Есть еще вопрос у меня Не знаю, Андрей, заметил, не заметил У тебя в последнем альбоме «Магия Калиостро» Песни практически без аутро Все Они заканчиваются все песни словами Это вот спрашивают, это концептуальный ход какой-то Или просто так совпало? Нет, я думаю, что это совпало Словами, да, заканчиваются все? Я даже не обращаю на такие вещи внимания Знаете, люди в разных вещах Видят разнообразие Кто-то, я так понимаю, что Просто люди по-разному вообще музыку слушают То есть я на одни вещи обращаю внимание Кто-то на другие Вот на это я внимания не обращал, если честно А он как чувак А он же у нас ведущий Ему уже на конце песни хочется поговорить А там «А нет?» И сразу точка И сразу джингл Да, там в общем в канале Знаете, есть три варианта завершения песни Это значит поставить жирную точку Повесить все Значит, второй вариант это «Fight Out» Это значит увести все в тихо Но, понимаете, «Fight Out» делать не очень выгодно Потому что на концерте что-то сделать На концерте «Fight Out» не уйдешь «Fight Out» мне кажется, это музыкантов Это такое, когда не знаешь, как песню заканчивать Нет, знаете, я не соглашусь Есть такая версия Ну, в смысле, я слышал ее, естественно, с детского возраста Но в этом эффекте есть свое преимущество Когда красивая завершающая мелодия Которая вроде как не хочет заканчиваться И тогда «Fight Out» слушается оправданно И ничего вместо него ставить не хочется Все должно быть органично Да Ну, вот, кстати, я еще могу дать совет Вот если вас достали, допустим, диджея То можно записать песню Сделать вот в финале, да, маленькую паузу И еще одно слово Чаще всего диджей забывают Выходит, тут выходит снова солист И ты как бы в просаке Поэтому захотите нам мстить вперед В новой песне Диджей, чтобы сейчас не оказался Вот там вот, где-то, куда ты меня сейчас отправил Мне нужно рекламу запустить После этого мы вернемся с группой «Князь» Наше радио Наша музыка Роктябрь Ну, собственно, как и обещали, мы вернулись Митенька, здравствуйте Стой, 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 я тебе микрофон включаю Да, я думаю, что все включаю микрофоны Есть у меня вот такой вопрос Большая часть песен Она сюжетная Причем она очень насыщенная Сюжет, такие там действия и так далее И тому подобное Вот есть вопрос О чем лучше? Ну, вот больше нравится петь И причем это не мой вопрос О, в общем, современных людях Или вот больше фэнтези Вот что, господи Высказалось У меня все прыгает здесь Я думаю, что все здесь очевидно Фэнтези Хорошо, фэнтези Было ли желание, Андрей, ну, допустим Сделать вот такие маленькие истории Ну, та же Мадонна сделала книжку для его детей Она там придумала своего героя У тебя чаще всего герои, которые уже были Ну, скажем так, использованы другими литературными гениями Вот есть... Было ли желание хоть раз взять и создать свой собственный персонаж Который бы стал, ну, скажем, вот Ну, или альтер-эго, допустим Или вот, ну, раз и все И вот этот будет персонаж жить еще параллельной жизнью К примеру, от Андрея Князева и так далее Ну, во-первых, Мадонна косила под Мерлин Монро Да там и... Кто под нее не косил только? Поэтому, если косить под Мадонну То лучше тогда под Мерлин Монро Я не об этом Да, вы знаете, я что-то не очень понимаю А я об этом Я что-то не очень понимаю Вы собирались, что? Вот в эти вот пиду-пиду? Да, я книги говорю Я понял вопрос Да, создать своего собственного персонажа, героя На самом деле, сразу мне вспомнился Фильм про Энди Кауфмана Где он создал этого отрицательного героя Который приходил в обличии какого-то толстого чувака Который всех бесил И в этом была часть его шоу Нет, идея очень хорошая Вот этого перевоплощения Но вы знаете Если в жизнь внедрять персонажа Который бы был твоей какой-то второй частью То можно в нем и остаться Это опасное развлечение со своей психикой Да нет, это просто взять и написать книжку Да нет, мне кажется Это такие вот сказки-страшилки детям Ну такие темные Что можно головушкой-то тронуться Причем серьезно тронуться Тронуться можно Что-то я не помню Опасно, не шутите с тем С чем не можете справиться Как там Не плодите демонов, которых не можете контролировать Или что-то такое Далее вопрос Данте Блэк спрашивает Естественно, всех волнует Именно внутренняя Да, вот Ваша в группе Есть ли какие-то традиции уже у группы Князь Перед концертами Перед записью Еще что-то Вот есть уже что-то такое Ну Кроме бани Кроме бани и ушел Нет, традиций полно А то шпагат сел и ушел в запись Традиций полно Это бани Это ушел Это, значит, соответственно Не пить Это тоже традиция Не пить сколько? Вообще не пить? Ну как вообще Сколько? Неделю Вы имеете в виду воду или? Нет, мы не имеем в виду А вы что имеете в виду? Или огненную воду Андрей Сергеевич Нет, огненную воду Естественно, это традиция Не пить ее Вообще? Да Вот прям пьянство бой Почему? Почему? Это не бой Это плейбой Так Дело в том, что Понимаете Это вот практика Ну, вот моя, да И я думаю, что Каспера Ну, сейчас И такой-то склеивый взгляд Каспера Как? Нет, вопрос не Каспера Поэтому я отвечу Вот Практика такая Что Алкоголь Во время рок-концерта Это допинг Стимулятор Это другая психика Это другой кураж Может быть Но это самообман Это самообман И в чем преимущество Безалкогольного Алкоголь быстро истощает Он истощает меня Уже на следующее выступление А плюс алкоголь Меня лишает сил И если я им не заправляюсь Дальше То, соответственно Я стимулирую себя На протяжении всего концерта Вот Ну и, соответственно Потом мне тяжело На следующий концерт Себя раскачиваться Если я ничего не употребляю Я держу себя В хорошей форме У меня не сажается голос Так быстро Как сажался Ну, короче Одни плюсы И на этой ноте здоровья Предлагаю Спасибо Сразу скажу А то сейчас будут говорить Что князь опять разводит Свою эту политику Безалкогольной темы Да Я никому ничего не навязываю Друзья мои Я просто рассказал про себя Это мы навязали эту тему Просто спросили Да О том, что Хороший, достойный ответ Спасибо огромное вам Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию Ребятушки Спасибо вам большое Тем более, видите, я сам про выпивку Иногда песни пишу Я понимаю, что русская душа Без этого, как говорится Не стоит ни гроша А тем более панк-рок Последняя песня на сегодня Всем спасибо за внимание И группе «Князь» Большое спасибо В лесной глуши Во тьме безлудной Ночи Скитался Парень вах Думавался Спички жжет И тишиной зловещий Лес ему пророчил Его судьбы весьма Безрадостный итог И каждый кус Лирепым хищникам Казался Скрипели ветки У него над головой Перед землянкой Он внезапно оказался До боли До боли Напрягая Сглепленелый Тьмой От радостей он дверь Ударил головою И жалобно сказал Я целый тем лесом Уждаю, будто зверь Дома гляди за воду Пустите, а не то Землянку разнесу Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е И исчащий Вышел дед Заросший полосами И в тот же миг Он начертил Земно со снег За ледкой бородой Цепляясь И усами И парень сел Шаг назад И оступился Упал И погодился Кубарем во враг На самом дне Сырь мухомор Отпочтился И голова Крушилась Черт все знает Как От радостей он дверь Ударил головою И жалобно сказал Я целый тем лесу Блуждаю, будто зверь Того гляди за воду Пустите альку Землялку разнесу Ееееее! Эх, вильнопарь, profundscale Ты передо мной В твоём родном лесу Меня ты напугал Он несem кулаку парни ТемноWhą головою Какив я, охрутясь Но халов не видел Я не согласен, делят с тобою тем и квиты, Что, испугав тебя, я сам упал во враг. И где-то я к лешему воскликнул он сердито. И леший понял, этот парень не дурак. Отразил дверь, ударил головою и жалобно старал. Я целый на лесу, ну, чтаю, будто зверь. Да, вогляди за вой, пусть идти на него. Землянка разнесу.